здравствуйте друзья мы сегодня с утречка продолжаем тот разговор который начал вчера с утречка по поводу образования да вот ремеслуха бакалавр какой полезный выход так сказать этого продукта образовательного и что собственно человек ищет в том или ином канале образовательной системы так вот продолжить я хочу вот в каком ключе если мы посмотрим на человека который решает задачу получить образование и получить работу там первую вторую карьеру никто же не получает образовать степень бакалавра чтобы получить одну работу какую-нибудь а дальше непонятно что то есть какая-то долгоиграющая есть там вещь присутствует и в успешности этого начинания есть три как бы составляющих так можно сказать что успех эта функция трех аргументов я не хочу никого напугать но вот как бы так тоже можно так сказать значит три составляющих первая составляющая это состояние экономики например если вы пошли учиться на угольщика а в это время ну там какой-нибудь инженера там угледобывающей промышленность какого-нибудь там я понимаю что их много разных ну например а в это время индустрия она кого потихонечку накрывается то конечно не фонтан да если это допустим что-то бумерирующий а ну там компьютерная компьютерные технологии это совсем другое дело ну если это что-то очень массовая 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 со всех сторон там и так далее это одна история если это что-то очень локальное то совсем другое дело ну и пошло и поехал кроме того есть какие-то очень с высокой конкурентностью области вот допустим если вы хотите стать известным там киноактером понимаете то там как бы на одно место много желающих ну и понятно то есть как бы состояние рынка конкуренция искать доступность массовость и так далее это один компонент второй компонент это кто ты вообще такой сам по себе есть есть люди там скажем ну более одаренные в каком-то ключе вот допустим смысле вот этой профессии более приспособленные к этому есть люди люди менее к этому делу склонны но допустим родители сказали они пошли например вот так может быть там скажем она была бы прекрасным педагогом там детском саду а вместо этого она учится давно я не знаю на бизнес администратор значит что за человек какие у него таланты какие у него по жизни наклонности насколько он трудолюбивый насколько он уживается хорошо с другими людьми и пошло и поехало кто этот человек третья составляющая это кто выводит на орбиту так сказать этого гиганта будущей индустрии космической значит этот спутник можно сказать кто его выводит на орбиту в этом смысле мы конечно понимаем разницу между там школой у которой там низкие рейтинги высокие потому что это значительной степени академические показатели мы понимаем разницу между там вот скажем вот я в москве жил я ходил в математическую школу там последние пару лет и это конечно было очень прорывным в моем развитии в моем становлении как молодого человека пойти то есть мы по понимаем это все всю эту разницу английская школа там языковая конечно университеты вот есть мгу допустим а есть я не знаю там условно некий урюпинск и там какой-то допустим политех просто урюпинск это реальный город я я на реальный город никак не хочу наехать это как сказать символическое какое-то эти это разные вещи все а в той же москве там есть институты которые ну просто никакие а есть такие что весь мир знает эти разницы поэтому значит вот три компонента то есть то что выводит тебя на орбиту кто ты такой есть и что за орбита да куда вот что там за состояние экономики вот этого этой профессии направлении так далее все три важны мы на нашем канале например постоянно сталкиваемся с вопросами когда люди говорят а что учить там но опять не за там джаву или там пайтон давайте это попытка выбрать правильный рынок да человек почему вообще ему интересно джава или пальто при всей наивности вопроса и как бы люди которые работают в индустрии они вам скажут что программистом быть это не значит знать языка это немножко другое но неважно почему но если уже ты время тратишь так что учить ты хочешь то где отдача рыночная лучше это понять очень понятный вопрос очень понятный интерес когда люди говорят скажите а какой у вас процент выпускников находит работу это тоже понятный вопрос потому что я как студент потенциальный студент я я фиксирован вот я это я я не изменюсь ближайшее время никак рынок есть рынок я никак не влияю на него но если я вот выбрал вот этот рынок ну да не знаю там тестирование программного обеспечения и я это я то единственный компонент из трех которым можно было бы как-то варьировать это куда я собственно пошел чтобы меня выводили на орбиту да из этого тебя сколько того меня 75 процентов а у тебя сколько а у меня и начинается какой-то разговор из которого понятно что не шиша нет совсем другое дело посмотрите на другую историю университет казалось бы да университет платишь бабки он тебя берет но не но не в америке во всяком случае может где-то там можно да у нас так нельзя значит они хотят хорошего студента потому что университет есть университет у него есть свои преподаватели у него есть свои лаборатории у него есть свои ресурсы и они есть мы их не изменим рынок есть рынок как университет мы рынок не изменим но мы можем отобрать студентов. Если мы отберем лучше студентов, то наша как бы, ну, престижность, да, рейтинги наши, статусность, там, и так далее, как угодно, назовите, вы понимаете, о чем я говорю. Значит, уровень признания нашего учебного заведения, учитывая, что мы есть, и рынок есть, и все есть, и, значит, единственное, чем мы можем варьировать, это студент. Давайте возьмем студента получше. Как мы будем отбирать его, это тоже интересно. Если тебе не с чего отбирать, ну, так ты берешь, чего есть, а если есть с чего отбирать, то ты начинаешь думать, как это делать. Я приведу пример интересный. Значит, у меня дочь училась когда-то, когда-то в хай-скул, заканчивала, вот тут в Лос-Алтас, там же, где наш офис сейчас находится, куда мы с вами движемся, и Лос-Алтас, хай-скул, это очень приличная школа, и место само довольно приличное, там много профессуры Стэнфордской, там много людей из бизнеса, владельцев компаний, и так далее. Довольно образованный народ, как бы, хорошие школы. В тот год, когда моя дочь писала SAT-тест, это такой, ну, есть такой тест, на основании которого зачисляют высшее учебное заведение, с точки зрения, вот, насколько человек там овладел, так сказать, предметом, и соображает, и так далее. Способности, так сказать, к абстрактному мышлению, Scholastic Aptitude. Тест на определенные способности. В те годы в этом тесте было два компонента, английский, математика, и по каждому можно было набрать 800 баллов максимум, соответственно, с обоих тестов можно было получить 1600 баллов. Да, писали этот тест три раза в году. Так, вот, короче, тот раз, когда моя дочь его писала, в этот раз со всей страны было 15 или 16 человек, которые набрали максимум, то есть набрали 1600 баллов. И вот двое из них, из этих 16, учились в одном классе, в том же классе, где моя дочь была. Ну, один был такой, как бы, хороший приятель, а другая просто была девочка, ну, вот она рядом там была. Это хорошая школа, как я уже сказал. Мальчик, который был наш приятель, значит, вот такой вундеркинд, знаете, Дэвид его звали, значит, у Дэвида папа закончил Принстон, Принстонский университет. И Дэвид тоже хотел в Принстонский университет. Мало то, что папа, там у них вся мышпуха, значит, из Принстона, почему-то этот Принстон, а Принстон это один из семи университетов Лиги Плюща, да, Ivy League. И, ну, сегодня к этой Ivy League добавляют, как бы, Стэнфорд восьмым, но тем не менее, это такой классический университет, и они могут выбрать. У них там желающих, я не знаю, какой там конкурс на место, семь человек, восемь человек там и так далее, причем это не простые человеки, а которые реально претендуют со всего мира, не только местные. И вот, значит, как принимают в этот Ivy League, они, не в Ivy League, в Принстон, у них есть комиссия, может быть, несколько, которые разъезжают по регионам, и там на месте проводят собеседование с теми, ну, вот, кто хочет поступить. Приехала эта самая комиссия в наши края, они собеседовались и не взяли этого Дэвида, при том, что он, понимаете, да, у них не было столько народу, которые набрали бы 1600 баллов на этом тесте. То есть, они взяли людей, у которых были более низкие оценки, ну, может быть, очень значительные, да, но тем не менее, ниже. Они не взяли, они не взяли этого парня, потому что их мысль состоит в том, что Принстон готовит людей, которые, как бы, ну, капитаны экономики, бизнеса, политики, это люди, которые определяют облик страны на будущее. Они себя так позиционируют. Ну, допустим, я, как бы, я не знаю, в тонкости, так сказать, их философии, ну, вот, допустим. И они посмотрели на него, говорят, да, мальчик одаренный, мальчик в академическом плане исключительный, но никакого такого лидершипа в нем вот такого нет, при том, что парень был общественником таким, он, но он такой общественник был, типа пионерского этого начальника, то есть, он у бойскаутов был какой-то активист, ну, такой серьезный активист, он был там, типа, председателем бойскаутской дружины, там, этой школы, там, ну, что-то такое странное, понимаете? Он не был в каком-то таком политическом активизме, когда борются, там, я не знаю, что там, с раком, или, там, какими, я не знаю, какими-то политическими, там, проблемами и так далее, там, против оружия, за мир, там, я не знаю, что они хотели. Но, во всяком случае, они, они, они его не взяли. Значит, почему? Потому что престиж Принстона не в том, не в том, что есть потрясающие, талантливые, там, исключительно, вот, ребята, которые, там, не знаю, учатся хорошо, а те, которые потом смогут с этим совсем багажом пойти и изменить мир к лучшему, понимаете? То есть, каждый старается получше себе отобрать. Студент, который крут, не хочет идти в плохое учебное заведение, он хочет идти в такое, куда его возьмут по максимуму, как американец идет в университет. Он знает заранее, примерно, вилку, академическую, поэтому SAT-тесту, вилку, с которой принимают в тот университет или в этот университет. То есть, вилка примерно известна. И он смотрит, какой у него результат по тесту. И он говорит, вот, буквально, когда наша дочь заканчивала, она подавала, по-моему, в три разных университета. Они все так делают. Некоторые в 10 подают. Но, в принципе, там, трех достаточно. Трех-четырех, там. Это стоит маленькую денежку подать там лишнюю заяву. Это не вопрос. Значит, она говорит, сначала выбираем университет, куда то ли возьмут, то ли не возьмут. Высокие требования. Вот она подает в Беркли, куда ее в итоге и взяли. Потом она говорит, ну, есть университеты, может быть, там, у которых чуть пониже, там, настольничек, куда наверняка возьмут. Надо иметь такой, куда возьмут наверняка. Вот она подает в UC Santa Cruz, University of California Santa Cruz, она там подает, ее тоже берут. И какой-то еще там был, на всякий случай, запасной, я не помню уже какой. И в итоге она получает из всех трех университетов. Мы тебя берем. Беркли говорит, мы тебя берем. И мы все прыгаем до потолка, потому что Беркли – это классный университет мирового класса и национального, который ходит в тройку, может быть, иногда в пятерку, практически по всем аспектам, там, американского образования. И по бизнесу, и по юриспруденции, и по физике, математике, там, и так далее. Это просто очень-очень классное учебное заведение. Плюс оно нечастное. Это единственный университет такого уровня, который не частный университет, а государство. То есть не так дорого, там, и так далее. И ее принимают в Santa Cruz. А в Santa Cruz, поскольку там проходной балл как бы ниже, они говорят, мы тебя не просто приглашаем, а мы тебе даем грант в размере, там, я не помню, сколько, ну, там, 30% от тюишин, который надо платить. То есть, если ты к нам пойдешь, ты, вот, тебе это будет стоить меньше денег. И для тех людей, у кого с деньгами, может быть, сложности, там, ну, бывает же, да, по-разному у людей бывает. Вот, может быть, для них это будет существенной такой мотивацией, чтобы пойти в этот университет, а не в тот. То есть, университет специально деньги дает, у них есть фонды для этого, чтобы привлечь себе более талантливых студентов, потому что лицо этого университета, это успехи их студентов. Никто не будет спрашивать, бесплатно он учился, за деньги он учился, с дискаунтом он каким-то учился. Это никого вообще не волнует. Не так судит университет, понимаете, а судит по успехам, по достижениям выпускников. И вот так вот, такая система интересная. Так что, к чему я рассказываю, что когда мы смотрим на учебное заведение, мы хотим самое лучшее из того, что есть. Иногда ребята пишут там письма и говорят, ну, допустим, они в другой стране живут, я понимаю, там по-другому, может быть, оценка идет, но тем не менее, он говорит, вот я живу там, вот там, в райцентре таком-то, ближайший университет у нас там в областном центре, вот, есть там сельскохозяйственное, а есть вот там IT, что выбрать. Хотя, в принципе, мне хотелось бы заниматься программированием. Я говорю, езжай в Москву. Чего ты дома-то сидишь? В Москву езжай, в Питер езжай, в Новосибирск езжай. Езжай в самый рейтинговый университет, который тебя возьмут. О чем мы вообще говорим? Понимаете? То есть, это абсолютно, практически, абсолютно прикладной вопрос. Куда пойти учиться? По максимуму туда, куда тебя возьмут. Куда пойти работать, если меня берут там в пять разных мест? Иди туда, где через год ты наберешься больше всего и повысишь свою рыночную ценность. И познакомишься с людьми, которые тебя, может быть, там, на всю дальнейшую твою жизнь, как бы, будут выводить на совершенно другую орбиту. Так? Вот берешь по максимуму. Да. В этом смысле, я вспоминаю, там у нас какой-то знакомый ездил, куда-то он, в Голландию, там, я не знаю, жил в гостинице, и там внизу был буфет, и он говорит, что там завтрак, и вот какие-то туристы, там, не знаю откуда, из Российской Федерации, пусть будет, или там Украины, они на завтраке там сидят, и там буфет такой, и жена муж спрашивает, слушай, говорит, а что, что выбрать, как? Он говорит, бери то, что дороже, говорит он. В этом есть смысл, правда? Уже уплачено, уже бери, уже, ну, возврат на, так сказать, инвестмент, повышаем. Вот то же самое, ты идешь в университет, ты идешь там на курсы, ты идешь куда-то, ты идешь, получай по максимуму возврат на свой инвестмент. Ты же время тратишь, я даже не говорю про деньги, пусть оно даже бесплатно. Вот знаешь, он там бесплатно ходил два года чему-то учился, потом оказалось, что ему это не нужно. Или, допустим, это совсем не то, что он хотел. У нас очень многие, знаете, попадают в такую ситуацию, я сейчас закончу, потому что на работу приехал, попадают в такую ситуацию с образованием типа там юриста, да, закончит какой-то ло-скул. Дело в том, что ло-скул и вообще этот бизнес так устроен, что если ты не учишься в топовой школе, то твои шансы катастрофически падают найти просто нормальную, хорошую работу. Если ты учишься, пусть не в самый топовой, но ты еще там, может быть, топ, не знаю, 5%, может быть, даже 10%, то даже если школа не топовая, то вот эти вот, как бы, самые, которые сверху, за ними тоже придут. За ними тоже придут. А все остальные должны пойти на рынок. И на рынке они особо не нужны никому. Очень много людей с адвокатской лицензией, они уже не только получили образование, они еще и бар сдали, то есть экзамен на членство в коллегии адвокатов, они могут практиковать, но их не нанимают, они паралегалами работают. Очень-очень-очень многие. Из-за чего это происходит? У них происходит подмена понятий. Они говорят, где учатся там, учатся на адвоката. О-о-о-о, а где учатся? В таком месте, откуда вообще работать, не дойти никогда. Но они не понимают этого, они думают, адвокат, это как бы символ, символ того, что он успешный, богатый, всем нужен, и так далее. Не обязательно, смотря где ты учился. То есть есть места, где это очень остро, очень-очень остро. Есть такие места, где не только университет и отметки твои, и все такое, а еще есть для тебя блат, чтобы тебя туда взяли, потому что так просто не возьмут. То есть кто-то должен тебя привезти, а больше ничего не поможет. Такие места тоже есть. Я не хочу сказать, что это вот на каждом углу, нет, это очень-очень-очень мало где, может быть, нам с вами нафиг не нужно. Скорее всего, никому из нас в практическом ключе нафиг не нужно. Но, тем не менее, и такие места есть. И не поможет, что папа миллиардер. Понимаете? Так что, папа миллиардер может тебе создать отдельную компанию, будешь там адвокатом. Пожалуйста, это можно. Но так, чтобы вот, знаете, там деньги не помогают. Связи иногда, да, вот связи. Есть места, где без связи никуда. Так что, друзья, максимизируем возврат на инвестирование. И это не только деньги. Инвестирование – это время, которое вы потратили. Это часть жизни, которую вы могли бы вложить куда-то и получить какой-то колоссальный бенефит. И все остальное. Я, например, поскольку меня часто спрашивают об этом, об этом, об этом, я не могу это так уже прям вслух там это втюхивать, потому что это будет выглядеть как втюхивание. Но если вы меня спросите, и скажите, Миша, вот руку на сердце положи и скажи, вот как на духу. Я вам скажу, что такого возврата на инвестмент, как вот у нас тут, вот партнер в компьютерском, ты не только в жизни не увидишь, ты себе даже мечтать о таком не можешь. Никто даже мечтать не может о том, чтобы вот так положить и вот так получить. Это, ну, еще раз, вот я это так вижу. Не то, что у всех получается, нет. Конечно, конечно. И мы как раз сейчас, я почему это все эти мысли у меня в голове крутятся, с одной стороны, вопросы от вас идут, с другой стороны, я думаю, как нам дальше развиваться. И я хочу сказать, что мы, как учебное заведение, позиционировали себя не как такое заведение, которое берет самого крутого студента, а как заведение, которое вытаскивает безнадежного. Да, вот берем безнадежного и вытаскиваем. И все говорят. Так что, вот эту часть мы будем менять, потому что, то есть, не то, что мы будем отбирать на входе тех, кто там намного сильнее, но мы будем бороться за то, чтобы человек занимался, а не валял дурака. Поэтому мы будем отсеивать, вот как в любом приличном заведении. Я вчера говорил, что 60% людей, которые поступают учиться на бакалавра, заканчивают и получают бакалавра, а 40% нет. Поэтому, вот мы в этот режим переходим. То есть, ну не тянешь, не тянешь. Мы отличаемся от них от всех тем, что мы скажем, знаете, что, бывает не тянешь. Ну, пожалуйста, за те же деньги, да, ты можешь начать еще раз повторить класс. Допустим, он на мид-терме, он не смог пройти, он начал заново, сдал мид-терм, файнал не проходит, он может еще раз начать заново. И мы не говорим, давай деньги, но мы говорим, занимайся. Вот эту часть, вот мы через это будем улучшать свой, как бы, финальный продукт, конечный продукт, который мы выпускаем. Потому что ничего хорошего мы не сделаем в жизни человека, если сырого, неготового куда-то запустим, и он там будет, я не знаю, или совсем обломается, когда до рынка дойдет, мы же не можем привести его за руку на работу, если он не может ее найти и не может интервью пройти. Поэтому, может быть, надо на более ранней стадии это обрубить, вывести его таки, да, правильным путем и уже дальше с ним работать. Я думаю, что это в интересах тех, кто хочет пробиться. Так что, вот, такой клубок мыслей я с вами просто делюсь. Счастливо! Счастливо!